Здравствуйте! Сегодня речь пойдет у нас о бугенвилле. Бугенвилле это цветок, в который нельзя не влюбиться. Она может быть украшением любого дома, любого сада. Такое универсальное комнатно-уличное растение. Особенностью этого растения является то, что оно совсем не завязывает семена. И чтобы получить новые растения, можно это растение только черенковать. Как я делаю черенкование этого растения? Вот видите, это у меня такой уже процвевший экземплярчик. Это у него предсветники. А там, когда он цветет, там такие маленькие беленькие цветочки. Они увядают, а предсветники вот стоят. Смотрите, оно уже просто засохло. Стоит уже где-то месяц. Вот такое вот растение. Вот это махровая бугенвилля. Вот такой цвет оранжевый, такой яркий, красивый. В общем, как я размножаю это растение. Я беру черенок. Вот это у меня молодое растение. Вот такое оно. Оно у меня очень вытянулось. Я хочу, чтобы оно было более компактным и отрастило много веточек. Вот берем вот такую ветку, например. Срезаем где-то сантиметров, наверное, 10. Мне сейчас будет неудобно резать. Сейчас, минуточку. Вот. 10 сантиметров черенок. Вот такой. Это верхушечный черенок. Это я срезала ножницами, но всегда вот такие плотненькие растения с плотной такой корой, можно так сказать. Я всегда еще обрезаю на конце вот лезвий. Лезвие у меня новенькое. И всегда делаю наискосок. Отрезаю под листиком. Вот. Наискосок. Оно так лучше пускает корешки растения, чем ровненько. И почему лезвие? Потому что ножницами можно как-то сдавить все вот эти вот ростовые клетки. А лезвие остренькое, она нормально режет веточку и не сдавливает. Вот. Нижний листочек я всегда вот удаляю его. Удаляю. Вот здесь у меня вот такой разовый стаканчик. Небольшой берем. Всегда на дно обязательно нужно ложить, не знаю, как вы, я обязательно ложу дренаж. В моем случае дренажом является древесный березовый уголь. Он предотвращает черенок от загнивания. Так как в бухенвилле она очень боится переувлажнения. И череночек может загнить. Так что я на низ кладу, ложу. Кладу, ложу. Вот такой вот приличный даже кусочек угля. Почву всегда беру легкую. Легкую на основе торфа. Так как тяжелая земля может уплотниться очень сильно при поливе. И корни не смогут дать роста. Значит, на дно кладем древесный уголь. В стаканчик насыпаем торфяную легкую землю. Этот черенок обмакиваем в корневинчик обязательно. Вставляем в стаканчик. Вот так. Проливаю я всегда энергеном. Энерген это симулятор роста. 2-3 капли на литр воды. У меня он с дозатором. Сейчас я его не приготовила, вам не покажу. Вот так. Вот это у меня уже, я укоренила череночек без вас. Вот такой он. Тот большой, наверное, а этот, наверное, сантиметров где-то 7. Вот так. Тоже здесь дренажное отверстие обязательно. Уголечек внизу. И я, смотрите, чтобы не подписывать растение по названию, потому что это долго, мне надо быстро. Я на маточном вазончике ставлю, например, единичку. Вот маркером поставила единичку. И на череночки, на стаканчике поставила единичку. Я знаю теперь, какое растение у меня здесь укореняется. Вот так я обязательно ставлю колпачок и ставлю в светлое темное место. Желательно, конечно, Бухенвиллю размножать в весеннее время или летнее время, когда много солнца, температура воздуха 25 градусов. Такие условия считаются идеальными для размножения. Но сейчас, так как они у меня буйно пошли в рост и очень сильно вытянулись, я решила сейчас в конце лета, начало первые дни осени, решила их размножить. Вот так этот череночек я пролью, конечно, и поставлю на стеллаж под тепличку. Теперь с этим растением. Что же делать с этим большим растением? А ничего, я беру просто вот эти цветоносики. Я просто удаляю их, потому что оно истощает растение и очень, конечно, неряшливый вид придает ему. Ну, так аккуратненько. Всю вот эту бывшую красоту срезаем. Срезаем. И можно еще даже подрезать вот такую вот веточку. И я ее укореню. Здесь у меня была шпилечка. Вот такой вот череночек. Вполне, вполне жизнеспособный. Мы его сейчас укоротим немножечко, как предыдущий черенок. Обязательно лизой вмокнем в корневинчик и поставим в легкую почву. Вот это всю красоту, конечно, мы выбросим. Оно уже никуда не пригодится. Ни на черенки, никуда. Вот такие вот листочки. Вот такие вот рыженькие. Вот такие. Мы тоже срежем. Они некрасивые. Я буду ее брызгать. И у этого растения быстро проснутся новые точки роста. И на следующий год, там уже даже... Не, ну, конечно, сейчас она уже не будет свистеть. Уже все. Она даже может частично сбросить листья. Нужно ее отвезти в холодные помещения. Зимуют они у меня на работе. Там температура примерно где-то градусов 8-9 градусов. Там они себя комфортно чувствуют. Стоят на светлом подоконнике. Там светло и прохладно им. Это у меня все три сорта. Это махровые. Бугенвилли. Очень они мне нравятся. Есть еще бугенвилли биколорные. Ну, как-то я... Мне была одна, но что-то она мне не понравилась. Есть еще мини. Мини очень красивая тоже. Ну, пока хочется мне размножить... Это первое мое размножение этих растений. Хочу посмотреть, как же у меня произойдет это укоренение черенков. Я, как они укоренятся, обязательно сниму, конечно, видео. У меня была в прошлом году бугенвилли, но она была простая. Она благополучно у меня укоренилась. Где-то даже видео было. Цветущего растения того. А это мои новые. Я уже вам, наверное, весной где-то показывала, как эти бугенвилли были маленькими-маленькими череночками. Я их пересадила. И вот такие вот они у меня красивые, большие, за лето вымахали. Но не цвели. Сейчас я их вот так обрезала. Переукоренила. И посмотрим, как будет продвигаться у нас дальше дело. Ну, обязательно, я же говорю, нужно сейчас поставить светлое, теплое помещение. И хотя бы периодично их брызгать. Я всегда брызгаю тепленькой, кипяченой водичкой. Вот так. Я размножаю бувенвиллей. Это прекрасное комнатное растение, как для меня комнатное. Все. Всем всего доброго. До свидания.